Всем привет, с вами Дива, добро пожаловать на мой канал, сейчас мы с вами посмотрим дозик от России 23, Владимир Вери, ссылочка на оригинал в описании, лайкос, подписка и колокольчик, очень приветствуется, поехали Так, лучше достаем Да что сразу так? Это Владимир очень нервный парень, он сильно переживает, потому что сегодня с друзьями планирует посетить максимально элитное и пафосное заведение Такое элитное заведение, мы просто в бар идем пиваса попить Так как заведение максимально пафосное, Владимир очень тщательно подбирает гардероб Чистое Блин, если такую кинуть в шкаф, то все же завоняется Слушай, да, записано, а еще с прошлого раза прям духами пахнет, пшикаться не придется Владимир с особым трепетом относится к закрытым ночным заведениям Ведь закрываться и заводиться ночью, это его любимое занятие У парня много лет нет девушки, поэтому Для того, чтобы выглядеть максимально стильно, парень хочет до идеала нагладить свою одежду Для этого он использует уникальную гладильную кровать Гладильная кровать, у меня просто доска накинулась и п***ь, негде гладить Скромный Владимир просто гладит одежду на кровати, даже не подозревая, что изобрел настоящее чудо техники Это уникальная кровать Masturbation Iron Hand 3000 Она может использоваться как гладильная доска, скамейка, кухня, домашний бар с вытрезвителем Также в нее встроены шкафчик для носков и библиотека Первоначальная цена на это чудо техники 100 тысяч рублей Однако сегодня у вас есть уникальная возможность приобрести его всего за 999 по акции Ведь именно сегодня наступила черная пятница Кроме того, в подарок Masturbation Iron Hand 3000 вы получите приставку Masturbation TV А также уникальное кресло, созданное дома моды Проперделли Звоните и заказывайте Masturbation Iron Hand 3000 Тысяча, сука, рублей, моя кровать нахуй стоит Я тебе верну этот косарь, сука, попозже, б***ь Попозже, нахуй, договорили, б***ь, нахуй ты меня дай Вот Владимир отправляется в бар Наша съемочная группа с радостью согласилась подвезти парня Для того, чтобы поездка была не скучной, мы решили послушать радио Добрый вечер всем радиослушателям Мы продолжаем принимать заказы на музыкальные композиции И вот у нас первый звонок в студии, вы в эфире Алло, здравствуйте Здравствуйте, ничего себе, какой красивый голос А вы не думали работать на радио? Ну, вообще, думал, но после того, как услышал ваш голос Я понял, что не дотягиваю до этого уровня Большое спасибо, ну что ж, я вас слушаю Ох, ушайте Привет моему брату Владимиру, он сегодня едет в бар Хочу его подбодрить и заказать для него песню Лысая чертила едет в бар Ну что ж, отличный выбор, лысая чертила едет в бар Слушаем Лысая чертила едет в бар Хочет там лисей бар На ладотере по-любому Он станет зимой на... Как нам переключить, думаете, на это неизм Что хорошего, блядь Здесь Из чартов Этот барашин двояр Из чартов Такое Переключение на... Владимир не случайно заказал песню именно о дроме Ведь все знают, что это самое удобное приложение для покупки авто Там с легкостью можно посмотреть полный отчет об истории автомобиля Подобрать машины от собственников, а также посмотреть отзывы реальных владельцев Кстати, я сам пользуюсь дромом И буквально сегодня выставил там авто по очень низкой цене в честь Черной пятницы Ты че, дебил, сука, ты мою машину, нахуй, за тысячу выставил, блядь Я тебе сказал, верну на следующей неделе Наконец, Владимир прибыл в бар Первым делом парень берется за меню и выбирает самое лучшее Так, у Вячеслава займы не берем Лучшее блюдо Слышь, я буду краба за тысячу двести Так это за сто грамм Хотя тоже че, краба хавать У меня дома крабовые чипсы есть к пиву Сейчас еще белковое отравление выхвачу, блядь Владимир, чтобы не выхватить белковое отравление, уезжайте домой один без Дмитрия Владимир очень тщательно подходит к заказу И выбирает именно то, что можно попробовать только в баре Че, берем литр пива, да? Ну, для начала хватит И к литру че-нибудь крепкого закажем, да? Ого! К литру че-нибудь крепкого закажем Владимир очень дерзко предложил даме за столом высокоградусный напиток Дурачок, что ли? К литру пиво крепкое, алкоголь Владимир настоящий эксперт барной индустрии Именно поэтому парень с радостью делится опытом Владимир, а расскажите, пожалуйста, какие-нибудь барные лайфхаки? Зайбал, блядь Когда пива пьешь, с краю садись Владимир, в туалет бери Лайфхаки Неожиданно, буквально за 10 минут в баре Владимир напился и начал буянить Надо побольше салфеток, чтобы не растекалось Надо побольше салфеток, чтобы все не растекалось Владимир рассказал, как 5 лет жить без девушки Еще припускать Подай салфеток В одном из российских баров пьяный дебошир напал на журналиста Наша съемочная группа по горячим следам Пытается выяснить хоть что-то об этом неадекватном человеке Подробности в нашем специальном репортаже Это обычный российский бар Сейчас он выглядит абсолютно мирно Однако совсем недавно здесь произошла настоящая разборка Для того, чтобы выяснить хоть что-то о дебошире Мы решили опросить посетителей Я видел, как он на парня напал Он такой здоровый, лысый, толстый, вонючий На черта похож Он буквально вот здесь сидит А вот он Вот он Вообще Очередное нападение пьяного дебошира в том же баре Как оказалось, это серийный пивковый убийца Он держит в страхе целый бар и в страхе свою ладонь Какие именно действия? Он что-то делает Нападение на ведущего новостей в прямом эфире Серийный пивной убийца продолжает держать в страхе журналистов И людей, у которых есть обоняние Криминалисты изучили все его нападения Провели экспертизу И определили фирменный почерк серийного маньяка Как оказалось, он нападает только на черно-белых видео И только на людей, похожих на Брэдли Купера И вот вечеринка в баре завершается Владимир, как и планировал, увозит с собой шикарную цыпочку А можно курочку с собой, пожалуйста? Спасибо большое Наступает кульминационный момент Оплата счета Что, давайте счет общий Чек сфотаем, а одному кому-нибудь переведем Наша съемочная группа с радостью оплатила счет После чего Владимир сфотографировал его Чтобы перевести деньги за то, что он заказывал Однако после стало понятно Наша редакция стала жертвой типичного афериста Большие веселые компании в барах Часто становятся жертвами мошенников Которые действуют по единой схеме Просят кого-то одного оплатить общий счет И обещают потом перевести ему деньги Для того, чтобы успокоить жертву Аферист демонстративно фотографирует общий чек Но потом ничего не переводит Это поведение типичного чакофотного мошенника Даже если вы заподозрили своего друга в чакофотничестве Шансов вернуть деньги мало Ведь на любой вопрос у чакофотника всегда есть заготовленные ответы И даже если при помощи настойчивости Вам удалось добиться заветного перевода Чакофотник все равно может незаметно уйти в плюсе Сопоставив сумму, которую Владимир перевел И ту, что он должен был на самом деле Стало понятно Афера состоялась Видимо парень считает, что в картофеле фри Фри это бесплатно Таким образом чакофотник Владимир Все-таки смог ограбить нашу съемочную группу И теперь все, что нам остается любыми путями Попытаться вернуть вашу штука Из того, что украл этот картоферист Ты ебанутый, блядь Ты мою хату за 1300 продаешь На 1000 ты должен был и 300 за картошку фри ты не перевел Какая нахуй картошка, сука Фри, блядь Ты не перевел по чеку Я только 1000 тебе нахуй не перевел, блядь Че ты нахуй, сука Посмотри по чеку 300, блядь Вячеслав этот черт, оказывается, до сих пор Ёлку не убрал специально для России 23 Специально для вас он ёлку не убрал Стой, 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 стой Приготовление лучших орейских десертов на пекарне Это опять корейская уличная еда Ребят, что ж, я хочу сказать, что вам действительно нужно быть очень осторожными Опасайтесь вот этим вот маньяков Особенно серийных пивных маньяков Это просто, ребят, это очень страшно, конечно, да Благо, что они нападают только на черно-белых видео Так что, ребят, просто, типа, держите цифру Вот, держите себя в цифре Вот, в ресурсе, как бы, цвета И вы будете, ну, хоть немножечко в безопасности В общем, ребят, спасибо большое за просмотр Это был действительно очень хороший видос Спасибо большое мне Я написала в сообществе, что скоро будут записывать видосы Такая, типа, что снимать, типа, поскидывайте Потому что так много всего Нужно как-то, ну, определиться Вот, и мне такие Вообще-то у России 23 видос вышло Я такая, что? Ну, короче, вот, спасибо большое, что уведомили Вот, ну, как бы Надеюсь, понравилось Вот, если что, лайкос, коммент, подписочка Вот, и колокольчик Все Пока-пока-пока